Всем добрый день! Меня зовут Евгений Тихонов и мы продолжаем курс под названием How to Java Startaway. Сегодня на занятии мы с вами разберем, как работает цикл с предусловием while. Давайте для начала зайдем в презентацию и посмотрим вкратце пример. Цикл с предусловием называется такой цикл как while. Этот цикл, который выполняется до тех пор, пока условие удовлетворяет истинности. Все вкратце. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере, а после этого посмотрим диаграмму. Мы создали переменную целочисленного типа counter и присвоили значение 0. Дальше у нас идет цикл while. While состоит, грубо говоря, из трех частей. Мы для начала должны написать ключевое слово while, сказать, что это цикл с предусловием, далее у нас в круглых скопах идет условие counter меньше 3, то есть 0 меньше 3. Пока условие будет удовлетворять истинности, мы будем ходить в тело цикла и выполнять набор инструкций. Counter++. В данном случае у нас будет 0++, постфиксный инкремент выполняется, то есть при следующем обращении к переменной counter у нас будет увеличение на единицу. System.outprint.net. counter плюс counter. Ну, так как у нас выполнился постфиксный инкремент, то тут уже будет значение 1. Counter 1. Далее мы не выходим из нашей программы. Мы перепрыгиваем на начало, на условие и проверяем, единица меньше ли 3? Да, меньше. Соответственно, опять мы заходим вовнутрь. 1++. Выводим на экран counter 2. Опять же возвращаемся обратно на условие и проверяем, 2 меньше ли 3? Да, 2 меньше 3. Поэтому мы опять заходим вовнутрь, выполняем постфиксный инкремент и выводим на экран counter 3. Далее обратите внимание, когда мы 3 проверяем на условие 3 меньше 3, естественно, это будет false. Условие не удовлетворяет истинности. Мы берем сразу и выходим из нашей конструкции. Вот, 3 меньше 3. Мы не заходим вовнутрь, а мы сразу берем и перепрыгиваем условие. Вот так вот работает цикл while. Давайте посмотрим на диаграмме. У нас есть какие-то входные данные. Мы их передаем. Выполняются условия. Если же условие удовлетворяет истинности, то есть принимает значение true, то выполняется серия команд. Она выполнилась. И после этого возвращаемся опять на условие. Если же условие уже не удовлетворяет истинности, то мы берем и выходим из нашего цикла. Мы даже вовнутрь не заходим. Давайте зайдем в Intel HD и рассмотрим несколько примеров с циклом с предусловием. Создадим пакет и назовем его sample3. New project. Sample3. Finish. Давайте создадим в папке SRC новый пакет и назовем его whileLoop. Цикл while. Класс пусть также называется whileLoop. Создадим точку входа. Public static void MainString Arcs. Вкратце маленький примерчик рассмотрим. Мы создадим две перемены. Int num1 присвоим значение 10 и num2 присвоим значение 5. И воспользуемся циклом while. Сначала идет ключевое слово while, потом условие. Пока num1 больше num2, мы будем входить вовнутрь этого цикла. Ну и давайте просто будем вводить на экран содержимое System of Pre-Talent num1 и num2. Если я сейчас запущу программу, то у меня будет бесконечный цикл. Почему? Потому что у нас всегда будет условие 10 больше 5. Ну всегда будет правда. True. И всегда мы будем заходить вовнутрь цикла и вводить на экран содержимое. Давайте проверим это. 10, 5, 10, 5, 10, 5. И так будет бесконечно, пока наша программа не упадет. Давайте нажмем на Stop. Либо Ctrl F2. Мы остановили. И давайте некое изменение значения сделаем. У нас перемена num1 будет уменьшаться. Постфиксный декремент. А num2 в свою очередь будет увеличиваться. Теперь будет более интересно. Давайте запустим программу. 9, 6, 8, 7, 7, 8. Ну тут не совсем все отображено. Можно еще дописать текст. Num1 из... Из... Плюс значения. И также выполним с num2. И при этом давайте еще за циклом попытаемся вывести на экран содержимое нам. num1 плюс num2. Запустим нашу программу. Num1 из... 9, num2 из... 6, 8, 7, 7, 8. И на выходе получаем 7, 8. Как же так происходит? Давайте рассмотрим, как дебаггер выполняет это действие. 10 больше 5. Условие true. Поэтому заходим во внутрь цикла. 10 минус минус. И 5 плюс плюс. При следующем обращении у нас меняется значение. Нам 1 уже будет 9. А нам 2 в 6. Окей. Проверяем дальше условие. 9 больше 6. Да, 9 больше 6. Поэтому 9 минус минус. И 6 плюс плюс. У нас получается число 8 и 7. Опять же возвращаемся обратно на условие. И проверяем. 8 больше 7. Конечно же правда. 8 минус минус. И 7 плюс плюс. Получается на выходе у нас результат. Нам 1 7 будет. А нам 2 соответственно 8. Возвращаемся обратно на условие. И проверяем. Нам 1 7 больше ли 8. Конечно же нет. Условие не удовлетворяет действенность. Так как мы записывали в нам 1 и нам 2. то мы можем их вывести на экран за рамкой цикла. Вот первый пример мы с вами рассмотрели. И давайте еще один пример я напишу. С использованием цикла while. While sample назвал. Public static void main. String args. И воспользуемся объектом с камером. То есть мы будем вводить с клавиатуры некий текст. До того пока мы не скажем. Что остановись. Я больше не хочу вводить с клавиатуры сообщение. Обращаемся к классу scanner. Создаем его объект scanner. И указываем что будем вводить с клавиатуры system.in. Далее мы пишем цикл while. Помним что while выполняет тогда. Когда у нас условие удовлетворяет истинность. Поэтому всегда мы поставим true. Будет всегда у нас правда. Всегда будем заходить вовнутрь цикла while. Создим переменную строкового типа str. И напишем sk.nextline. Мы будем считывать всю строку. Если же я сейчас запущу нашу программу. Давайте сделаем system.in.str. То я могу бесконечно вводить строки. И я не могу прекратить выполнение этой программы. Она будет бесконечно пока я не нажму stop. Давайте сделаем условие. Если наша строка str.in.str.in.str.in.str.in.str.in.str.in. Ну и соответственно делаем ключевое слово такое как break. Выходим из рамки цикла. Что я тут сделал. Equals Ignore Case это проверяет равна ли наша строка ключевому слову stop. При этом Ignore Case говорит что stop может быть с маленькой буквы. Может быть с большой. Без разницы. Запускаем программу. И теперь я буду вводить с клавиатуры любой текст. Пока я не напишу ключевое слово stop. Пишу слово stop. Нажимаю enter. И у меня система остановилась. Сказала что stopped. И вышли за рамки цикла. Вот мы с вами познакомились с циклом while. Спасибо за внимание. С вами был я Евгений Тихонов. И до следующего занятия. С вами был я Евгений Тихонов.